В честь праздника День пожилого человека работники Краеведческого музея организовали для амурчан серебряного возраста праздничное мероприятие, на котором была также организована развлекательная программа, песни под гармонь и слова поздравления. О том, как прошел праздник, смотрите далее. Сегодня день особый, день мудрых и солидных, день опытных и строгих, день добрых, умных, видных. В странице лет представится, им да, летят быстрее, сегодня отмечается День пожилых людей. В первый день октября отмечается Международный день пожилого человека. Этот праздник напоминает о том, что старшим нужно помогать и уважать их. Он имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне. Сегодня у нас очередной праздник музея. Мы чествуем пожилых людей накануне этого Дня пожилых людей. В хранилище истории района собрались друзья музея и его работников, люди, с которыми Краеведческий музей сотрудничает очень давно, празднуют разные праздники и проводят совместно различные мероприятия. Если посмотреть еще по содержанию, конечно, мы будем говорить, чествовать некоторых из собравшихся, например, про свиряков Василия Гавриловича, который буквально на днях отметил свое 85-летие. И вот надо сказать, что он такой неутомимый человек, труженик, и вообще заражает своей энергией, интересом. Вот, например, вот этот плетень новый, который мы заказали, и он сделал нам в конце лета такой подарок. Это его работа, плетение из лозы, это просто прекрасно. А если посмотреть на столы, где самовар, чай, пироги, это все от нас, а вот про свиряковы, опять же, принесли и арбуз, и виноград, выращенный у себя. То есть мы хотим сказать, что вот наши амурчане, да, пожилые люди, они еще дадут, как говорится, фору молодым, потому что очень увлеченные, очень энергичные, и на них всех надо брать пример. В честь праздника был подготовлен концерт, который поставил районный хор ветеранов. Обзор новых экспозиций, выставок, большая конкурсная программа, песни музыкальный, черный ящик. Это конкурс знатоков русской культуры. За правильные ответы амурчане Серебряного века получали призы. Ну и, конечно же, на протяжении всего мероприятия было организовано чаепитие с пирогами и конфетами. Что надо пожелать нашим пожилым людям, амурчанам, амурчанкам, то, что надежды, славы и добра, добра, чтобы они берегли себя, несмотря на свой возраст. Возраст не помеха для того, чтобы осуществлять свои планы и надежды. Верить в незавершенные проекты, мечты, надежды. И поэтому всем хочется поклониться пожилым амурчанам, дальневосточникам, и снять перед всеми свой берет, свой берет и поклониться, сказать, живите, радуйтесь. Ирина Аравинская, Юрий Щетина, телеканал Амурск.